Представители знака Зодиака Скорпион, Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад. Согласиться нельзя остаться. Событие до конца 2024 года. Ретроградный Сатурн в рыбах до 15 ноября. Мы знаем, Сатурн – суровый учитель. Это организация нашей жизни, структуры власти и, самое главное, порядок во всех сферах жизни. И нам предстоит уделить внимание одной из сфер нашей жизни. И это не новая какая-то история. Скорее, это Сатурн нам что-то возвращает на пересмотр. Какая-то часть произошедших с нами событий до этого времени, которые не выстроились по какой-то причине в логический ряд последовательностей. И нам как раз этому предстоит уделить внимание до конца 2024 года. И отчасти может, конечно, это напоминать некоторый дежавю, повтор какой-то, но по факту это будет говорить о нашей решимости, об готовности взять ответственность или в каком-то важном выборе. Представьте, что наша судьба – ничто иное, как огромный маховик. Про образ колеса фортуны в 10-м старшем аркане карт Таро. И нам предстоит еще вот этот механизм привести в движение. Мы могли пытаться развернуть это колесо раньше, но процесс стопорился. Или маховик заржавел, или мы его крутили не в том направлении. И наша задача – запустить колесо нашей истории, собственной судьбы. Так, чтобы все системы заработали слаженно. Чтобы они функционировали в унисон обстоятельствам. И этот период, конечно, не в один месяц. Строгий учитель Сатурн нам даст время. Вот до конца практически 2024 года по 15 ноября. Ведь этой рулетке еще предстоит, возможно, преодолевая некоторую, как преграду, заскорозлость или ржавый скрип, прийти в движение. И у нас сегодня две колоды. Колода добра, которую прорисовала Колит Барон Рид. Великолепный таролог, мудрый психолог. И образы сами замечательные, которые она подает с позиции позитивной психологии. Давайте зададим вопросы этой колоде. И первый вопрос наш будет касаться неожиданности. То есть то, чего мы не ждем. И то, что со знаком минус. Вот что может постерегать или что может препятствовать вам, мои дорогие скорпионы, во вторую половину 2024 года. Что действительно может быть как неожиданность. А что вас будет радовать? Что вам будет помогать в этот период? Или в каком направлении вас разворачивают высшие силы? И дальше, если мы говорим о событиях, три главных события, до конца 2024 года, для вас, мои дорогие скорпионы. Или сферы жизни, которым придется уделять внимание. Что же за неожиданности? Праздник, тем не менее. Что-то доброе, хорошее. Тройка воды – это возможности, безусловно. Нам прекрасная русалочка изображена, раковину держит, а внутри ее жемчужина. Могут быть конкретно какие-то подарки судьбы, мои дорогие скорпионы, какие-то возможности. И, знаете, вообще я бы сказала, это карта социума. Но здесь все же не случайно я вопрос задавала, какие минусы. А минусов-то никаких. Увидеть праздник жизни, может быть, это основная задача. Может быть, скорпион слишком долго в себе сомневался. Или переоценить, перестроить ваше окружение. Ведь дружба проходит по этой карте. Приятное общение. И праздник, который мы можем разделить с друзьями. Те, которые взаимодействуют с нами, имея общую цель. Это могут быть и коллеги по работе. У кого-то это приятности через личную жизнь. А у кого-то, как творческий проект или рабочий проект, ваша самореализация. Я бы сказала, как вопросы, ну, где-то заработка, так и вопросы личной жизни вы не можете отложить на потом. Что же вам будет помогать? Волшебство. Да, может быть, себя как-то в социуме позиционировать придется по-другому. Или пересмотреть некоторые позиции, как мы себя подаем. Или как мы взаимодействуем с людьми. Но вот девятка воды, посмотрите, наша прекрасная русалочка увидела. Нам еще раз говорят, алмаз, как будто находит она его. Здесь прекрасная жемчужина в раковине, а здесь буквально еще и алмаз. Это карта самодостаточности. Это карта возможностей и, безусловно, финансов. Хоть у нас здесь и кубки. Вообще, это карта исполнения желаний. Мои дорогие, у вас... Вам помогает Сатурн ретроградный. Куда-то не спешить. Получать больше удовольствия от жизни. Больше радоваться. Не создавать самому себе или самой себе, мои дорогие маги, волшебники, скорпионы, каких-то ненужных мыслей, философии. Увидеть, что жизнь состоит не только из препонов, а еще что-то доброе, хорошее. Уделить внимание самому себе, своей душе. Быть добрее к самому себе. И научиться радоваться. Вот удивительно. Но это так. Об этом говорят карты. События. Король воды. Все продолжает. Вот все то, что я сказала. Король воды – это где-то ваша энергетика. Если мы говорим вообще, в принципе, о картах двора, это как раз ваши планы. И два направления. Я уже говорила. Это личная жизнь и вопросы финансов. По этой карте полный баланс как раз установить между вашим благополучием и вопросами любви, вопросами личной жизни. Для вас это романтика. Впустить свою жизнь романтику, мои дорогие. Или если мы говорили окружение, если вы один или одна, оставить это гордое одиночество. Гармоничное сотрудничество. Об этом тоже нам говорят. И здесь, опять же, гармоничное сотрудничество. Чем силен король воды? Он умеет сбалансировать две сферы. Первая сфера – это у нас личная жизнь. Вторая – это финансы. Ну или наоборот. Это именно какой-то баланс. И для вас это будет важно. Научиться продоваться, устроить себе праздник. Но не тот праздник, который потом утром головная боль нет. Это о том празднике, который прогресс на долгий период времени. Чем дело кончится? Давайте мы спросим, король воды. Конечно, у каждого свое устремление. А вот нам снова говорят про баланс. Пятерка пентаклей. Мелкая карта. И по ней что проходит? Недостаток. Недостаток материальных средств. Раз. И недостаток взаимопонимания. Два. Все то, что я сказала. И как уйти от каких-то минусов финансовых, у вас будут возможности. Так и даже если вы сейчас один или одна, значит сменить свое окружение. Подумать, привнести какое-то свежее вдохновение. Или как свою какую-то новую идею воплотить в реальность. Но уйти, вот как по этой карте, посмотрите, девушка нам изображена. Дверь закрыта, она сидит буквально на земле, на полу. И ждет, когда, может быть, откроется эта дверь. Тут нечего ждать. Выйти из каких-то ограничений для вас, мои дорогие, внутренних. Ничего ведь не препятствует, по сути дела. По пятерке пентаклей это может быть то состояние, когда мы можем прийти к выводу, что внешность обманчива. Или нам говорят, что богатства как раз доступны, но мы можем быть разочарованы по этой карте в каком-то конкретном человеке. А карта говорит, что мир полон других людей, и, может быть, какая-то встреча как раз у вас состоится. Или, может быть, уже состоялась. Тогда удели внимание вот тем алмазам, которые, молигорически говоря, как внутри тебя есть. И, может быть, и среди твоего окружения. Увидь вот эти самые возможности. Дело не кончится, а здесь нужно приложить определенные усилия, чем сердце успокоится. Колесо фортуны. Вот это как раз про тот маховик, который я говорила. И нам изображена девушка. Посмотрите, она танцует на цыпочках, на вращающемся колесе. Она умеет держать баланс и получать от этого наслаждение, мои дорогие. Это только под силом магам и волшебникам, скорпионам. Это правда. Сама судьба играет вам на руку. Но судьба не может сделать что-то за вас. Вы интуитивные люди. Прочувствуйте. Если что-то стопорится, закрыты двери. Может быть, туда идти не надо. Если какие-то отношения, но они не сложились. Может быть, это тебя судьба сталкивает вот как раз с какой-то обстановкой, обстоятельствами. Чтобы ты от чего-то отказался. Тут развернуться надо совершенно как-то по-другому. И вы зависите от обстоятельств. Тут мне нечего сказать. Чем сердце успокоится? Мы себе скажем спасибо по этой карте, когда мы вовремя увидели возможности там, где их, казалось бы, увидеть сложно. Правильно провзаимодействовать, не упустить время. По этой карте конкретно нам говорят. Что-то вы не можете отложить на потом. Иначе вы вот эту самую возможность попросту упустите. Давайте как карту совет я достану. Но внешние обстоятельства на вас влияют. А вам нужно быть как вот этим королем мечей. Посмотрите, рядом прообраз совы. Это у нас мудрость. И дважды мудрость, потому что ворон – это тоже мудрость. Увидеть те возможности. Вот летучая мышь, которая в темноте видит. Это вы, мои дорогие маги и волшебники, можете видеть, прочувствовать интуитивно какую-то ситуацию. Сатурн в рыбах. А рыбы – это интуиция. Это нет каких-то четких границ. Это значит, будет всегда возможность поступить одним образом и другим образом. Обойти какие-то острые углы. Выйти из какой-то непонятно скользкой, ненужной ситуации. Из дурацкой ситуации. Но, благодаря вашему хладнокровию, король мечей, никаких эмоций. Вот интересно, у вас выпадает король воды, но, как карта совет, быть вот в таких холодно-рассудительных энергиях. И тогда нет ничего невозможного. Вот есть какая-то аскеза, безусловно, по этой карте. И одновременно совет, не поставь что-то материальное во главу углам. Есть какая-то высшая идея, высшая справедливость. И ты должен этому уделить внимание для самого себя. Потому что тебе поможет как раз увидеть по-другому как-то реальность. Для кого-то из вас, как карта совет, согласуй юридические документы. Или есть какие-то согласования, которые нужно произвести, может быть, в высоких инстанциях. Какие-то документы попросту подписать, поставить печати. Не должно быть нарушения законов. Вот это будет тоже важно. А для кого-то из вас уделить внимание собственному здоровью. Все-таки проходит очень многогранная карта «Король мечей». Начиная от юристов, когда мы должны знать, как работает в отношении нас закон, и у кого-то это будет как совет тоже. Не должно быть, знаете, какой-то нелепости или несмотрительности. Все должно быть, повторюсь, выверено. То же самое и по здоровью. Если что-то, как недомогание, вроде бы и не беспокоит, но мешает жить, тогда самое время узнать о себе что-то наверняка, пройти, может быть, обследование. Мы не можем чего-то отложить на потом дважды. И два короля у вас выходят. Поэтому я могу сказать, в какие-то либо учреждения, либо инстанции обращаться вам придется по тому или иному поводу. У кого-то это вопросы с банками, поскольку у нас выпадают пентакли, а у кого-то определения какие-то через личную жизнь. Но колесо фортуны вам ретро-Сатурн практически помогает, потому что вот находится в рыбах. Где-то подсказка «Не относись к себе слишком сурово». Вот будьте внимательны, мои дорогие скорпионы. Что же второе событие Вестник Воздуха? Прими какой-то альтернативный вариант как развития событий, так и рассмотреть в каких-то, может быть, банальных вещах, новые возможности. С другой стороны, по Вестнику Воздуха мы не делаем что-то опрометчиво. И у вас выпадает Король Мечей. А Вестник Воздуха нам как раз может говорить о том, что перед тем, как соглашаться на что-то или брать ответственность, узнай, как в отношении тебя работает закон. Ну, это такая подсказка. Это выводы, мои дорогие скорпионы, которые мы делаем уже основанные на опыте. Или если есть какая-то прежняя ситуация была, то мы оставляем вот эта пятерка Пентаклей недопонимания или оставляем тех людей, которые нас подвели или, может быть, предали. И не их не перевоспитываем. А мы с учетом Вестника Воздуха делаем правильные выводы, идем дальше. Есть определенная догма, проходит по этой карте именно в этой колоде, когда мы, ну, себе можем, как знаете, прорисовать, что вот должно быть так, а тут может быть как-то раз и не так. И от нас тогда потребуется все-таки Вестник Воздуха, быстрая реакция. Я уже об этом сказала. Кое железо пока горячо. Правда, что-то вы не сможете отложить на потом. Видимо, не единожды будут такие ситуации до конца года. Не расслабишься, правда. Возможности есть, будут. Прекрасный и праздник, и самодостаточность, и финансы решить, и по части личной жизни. Но сказать мы вот все ли чего-то ждем, но это не совсем про скорпионов, но все же мы ведь все разные. Чем дело кончится? Что тут такое Вестник Воздуха? А это как зерно будущих побед. По семерке Пентакли есть те дела, когда потребуется от вас быстрое решение, или может быть куда-то поехать. Может быть придется вообще какой-то переезд сделать. Или конкретная поездка одна, чтобы в конкретной местности расставить все по местам, или увидеть своими глазами, сориентироваться более реалистично, по какому-то делу, обстановке, обстоятельствам. И по семерке Пентакли это тоже как раз идет в созвучие. Почему? Потому что где-то ты ускоряешься, но где-то ты в чем-то не торопишься тоже. Вот такая игра, вот как по этой рулетке, или по колесу судьбы, ведь оно разворачивается, а потом, когда разворот как будто заканчивается, согласитесь, всегда идет определенное торможение. И это для того, чтобы укрепить свои собственные позиции, или с чем-то определиться. Добрые дела наспех не делаются, говорят нам карты. И чем дело кончится? Вот мы должны принять этого внимания. Что-то надежное надо дать времени, чтобы вот это как прообраз денежного дерева, оно выросло буквально. Может быть это касается отношений. У кого-то конкретно ожиданий документов, которые мы не ускорим. Поэтому нам говорят, то, что ты объективно не можешь ускорить, ты должен как укрепить, застолбить, или уделить внимание тому, чтобы тебя окружали как и надежные люди, так и дело, которым ты занимаешься, оно не должно иметь противоречия с законами. Вот может быть и так. Чем сердце успокоится? От чего-то вы откажетесь. Вот буквально девушка нам показана все свои нехитрые пожитки, сложила на ВВА, и она ушла из какой-то пустоты, из какого-то уединения, из какой-то или периода ограничений, или из того, что вас буквально удерживало какой-то период. Не имеет что-то смысла, потому что то, что с вами произошло, оно уже как, может быть, какие-то разочарования, или, может быть, какая-то ваша деятельность, которая тоже дошла до какого-то пика или до какого-то предела. Дальше так не может идти. И мы буквально выходим из этого. Какая-то история, одним словом, завершается. Карта нам говорит, кстати, не бери на себя лишних обязательств. Наоборот, по этой карте мы делегируем ту работу, которую мы делать не должны. Поэтому в чем-то буквально вам придется сложить оружие. Или уйти. У кого-то переехать, кстати, может необходимость быть, потому что в другой местности как будто совершенно будет другая история. Может быть, обстоятельства вашей жизни вас вынудят совершить этот переезд. И тогда ваше сердце успокоится. Давайте карту совет. Выбор. Вы будете стоять на этом выборе, правда? И где-то семерка, будет и пауза. Вот этот выбор будет сделать не так просто. Но и прокрастинация какая-то, она не должна быть затянута сверх меры. Вы, ваше сердце успокоится, повторюсь, когда вы, правда, что-то завершите. Завершить это не значит вот впрячься буквально во все дела и самому в одиночку как раз справляться. Нет, мы делегируем. Или вообще от чего-то отказываемся, может быть. Все то, что я говорила по десятке жезлов, это как кульминация повестнику воздуха. Единственное, все должно быть в соответствии с законами. Не с какой-то нашей личной догмой, а принять во внимание, что обстоятельства порой бывают сильнее нас. И нужно сделать правильные выводы и идти дальше. Третье событие. Верховная жрица. Это та, которая все знает. Верховная жрица может говорить и о вашей интуиции, о правильном взаимодействии с людьми. У кого-то это могут быть какие-то... Может быть, прежде как любовный треугольник был. Правда, почему нет? И здесь вы тогда вынуждены делать выбор. Какая-то... Вот выбор может как раз касаться вот как по второй позиции, когда, да, делать выбор придется. Потому что вам самим не захочется быть как между двух стульев, вот постоянно метаться, перепрыгивая с одного на другое. По верховной жрице мы можем случайно узнать какую-то тайну. Эта карта вообще где-то может подсказывать за период ретро-Сатурна в рыбах. Вот где-то олицетворение. Того, что как и добрые дела действительно на успех не делаются, так и истина, она как будто рядом. Я не могу собой рисковать. Может быть, для вас это будет означать, что вам придется уже, приняв решение какое-то важное, удерживать в дальнейшем свои собственные позиции. Давайте мы немножко раскроем эту карту, потому что в целом идет, ну, своеобразная пауза, когда мы не торопимся с другой стороны. А вот не торопимся. Карта пыталась выпрыгнуть. Король Пентакли, великий консерватор. И у вас как раз интуиция будет срабатывать, что я хочу свое место сейчас укрепить или я хочу нейтрализовать все возможные неожиданности. И вы будете, вы и так обладаете интуицией, а здесь нужно доверять как раз самому себе. И вам будет интуиция давать отчасти хорошие подсказки. И нам говорят, уделяя внимание, опять же, тому, что надежно, как надежным людям, как надежным проектам, надежным организациям, так и кто-то буквально может заниматься вопросами дома, семьи, обустройства. Но это тогда, когда мы довольны остаемся. Эта карта выкрагнула, а мы достанем сами, моими руками, скажем так. Чем дело кончится? Что же тут такое? У каждого ведь по-своему. У кого-то, с учетом короля Пентакли, опять же, деньги. Но король Пентакли – это еще и личная жизнь или наш дом. Туз Пентакли. Ну, здесь больше самореализация, безусловно. И если мы говорим, вот это денежное дерево, да, оно начинается как раз с туза Пентакли. Туз – единица, зернышко маленькое, которое в последующем даст прекрасные всходы, вот ростки, и пустит корни. Это вы можете буквально совершить переезд и где-то пустить корни в другом месте. Ну, аллегорически, понятно говоря. И тогда вам не нужно торопиться слушать свою интуицию. И с учетом интуиции, и еще и как бы подмечать, что говорят люди, как обстановка вокруг вас. У вас будут какие-то и подсказки, и возможности для того, чтобы вот это древо надежности, уверенности в завтрашнем дне у вас практически как сформировалось и пришло в движение. Ваш какой-то рост профессиональный, так и материальный. Интересно, мои дорогие, давайте посмотрим, чем же сердце успокоится. Кто-то получит известие, кстати. Король чаш нам снова говорят, все у каждого по-своему. Или сердце успокоится как раз, когда достигнете этого баланса. Когда две сферы вашей жизни, личная жизнь и финансы будут в гармоничном союзе. И если мы говорим, вот хочется мне добавить, мои дорогие скорпионы, пусть это не для всех, но если вот у кого-то сейчас стоит на выборе такой вопрос, ехать или не ехать? Ехать, точно. Все же я вот вижу, что как будто из прошлого вы выходите. У кого-то это иносказательно, аллегорически говоря. У кого-то конкретно вы оставляете прежнее место вашего пребывания и перемещайтесь, переезжайте. Для вас баланс будет просто жизненный, необходим. Карта, советуйте. В довершении еще и луна. Слушайте себя. Безусловно, слушайте свое интуицию. И, кстати, карта может говорить с учетом переезда. Прими, может быть, поражение какое-то в каком-то вопросе. Оно тебе было дано, может быть, ты долгое время по поводу этого переживал, сомневался, тебе болело изнутри, жгло может где-то. А это где-то Сатурн в рыбах мог твою судьбу подводить к какому-то знаменателю, чтобы ты, Скорпион, не тратил силы куда-то попусту, а принял, принял точнее, какой-то, ну, минус или поражение, которое в последующем будет как раз для тебя означать, означает, что ты выйдешь из какого-то лабиринта или из той ситуации, которая, может быть, затянулась сверх всякой меры и тебя начала как разрушать. Больше доверяйте себе. Вокруг вас будет та обстановка, которая внешне выглядит, ну, как-то в одном ключе, ракурсе. А нам говорят с учётом карты Верховной Жрицы, что ситуация будет выглядеть недостаточно правдиво. А важно увидеть именно какие-то подопляки или увидеть какую-то основу как причина и следствие. И в этом подсказка интуиции. А для кого-то из вас карта Луна, ведь иногда это место нашего пребывания. Ты не должен рисковать собой. И с учётом переезда для кого-то необходимо совершить этот переезд или уйти, выйти из какой-то сложной ситуации, которая становится опасно. Меня смотрят люди из разных стран. Вы благодаря собственной интуиции и, наверное, помощи Сатурна, мои дорогие скорпионы, сможете совершить что-то невероятное. И невероятно доброе, в первую очередь, для себя самих. Перекладывайте на себя, мои дорогие маги и волшебники. Я вас люблю. И вы будьте любимы и счастливы всегда. Субтитры создавал DimaTorzok